Олимпийская рокировка Подумала, что я смогу там поучаствовать в Кубке мира, что вообще тренироваться с девчонками из центра. Как-то я так смотрела на всех, думала, ничего себе. Детально объяснит ситуацию старший тренер женской команды Олег Рыженков. Напосение за ее даже здоровье, скажем так, чтобы человеку не навредить, потому что на самом деле гипоксия очень сильно на ней отражается, вот эти моменты. Подытожим Антхольд, с которым одна медаль и несколько кадров для хайлайтов. Дмитрий Лазовский перед вылетом в Пекин полетал в Антхольдсе и связался с нами. В принципе, может быть из-за того, что я больше завелся или почувствовал все силы, то что вот сейчас могу это брать, там равнинный участок, все такое. Сюжет в главном эфире на «Беларусь-1» о родине Антона Смольского впечатлил многих. Поздравляем, сынок. Умничка. Тебя любим. В конце выпуска вспомним его, а также заглянем на Олимпийскую трассу горного Олимпийского кластера. Итак, в заявочном списке сборной «Беларуси по биатлону» десятка биатлонистов, в том числе Алина Пельчук. Действительно, тренерский штаб в последний момент отцепил Ирину Кручинкину, которая выступает на чемпионате Европы. Новость как бы не из разряда, прям топ, но все-таки напрашивается аналоги с Кенчханом. Куда поехала Динара Олимпекова, как вчерашняя юниорка? Что было дальше, мы с вами знаем прекрасно. С нами на связи Олег Владимирович Рыженков, старший тренер женской команды. Но рассказывайте, почему в итоге на персоне Пельчук остановились? Ну, тут, скажем, несколько составляющих. Тут и, скажем, высота запредельная, которая будет на Олимпиаде в Пекине. Вот, и на самом деле Ире, как оказалось, довольно тяжело даются горы, особенно финишные круги, и не только, скажем, на длинной дистанции, но и на той же короткой дистанции. Здесь есть определенные адаптационные моменты, есть определенные, скажем, опасения за ее даже здоровье, скажем так, что человеку не навредить, потому что на самом деле гипоксия очень сильно на ней отражается. Вот эти моменты адаптационные сильно бьют по ее организму, и она просто вообще перестает, ну, образом говоря, человек перестает двигаться на последнем круге на финишном. В той же эстафете она, в принципе-то, два круга шла неплохо по ходу передвижения, но последний круг просто остановилась. Ну, и, конечно, из-за того, что где-то не смогла она обрести в итоге той стрельбы, которая от нее требовалась, вот ты на сегодняшний день, наверное, уже ничего не изменишь, скажем, до ее подготовки, может быть. Хотя спортсменка сама по себе очень мотивирована, вот, она работает постоянно на тренировках без отказа какого-либо, то есть с большим желанием, но, к сожалению, есть ограничительные возможности. Ограниченные возможности ее организма, которые не дают ее реализовать свой стенциал полностью, скажем так. Ну, то есть нет такого, что вы прям Иру Кручинкину со счетов, ну, грубо говоря, списываете? Нет, 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 ни в коем случае нельзя говорить, что мы его списали. Вот, она сейчас попробует свои силы, скажем, на чемпионате Европы, где высота гораздо пониже. Со следующего сезона уже начать подготовку к новому сезону, и завершить этот сезон еще надо участием в тупых мирах. Насколько тяжело вам это решение вообще далось? Ну, на самом деле, как бы тяжело, это не тяжело. Как бы мы просили национальный олимпийский университет, ну, на самом деле, изначально думали, что будет у нас время определиться после Анхольца, как бы планировалось. Ну, потом сошлись на мнение, что Алина Пельчук молодая спортсменка, не прошедшая, скажем, весь тренировочный цикл с национальной командой, тоже никогда не бывшая в горах. Ну, довольно сложно было сразу ее, скажем, да, она была кандидатом, но сложно было ее сразу оставлять как пятым человеком на Олимпийские игры. Нам было необходимо было посмотреть, как она себя чувствует в той же местности, скажем, в том же Анхольце, как выступает, как реагирует организм на горы. Вот, поэтому была изначально, скажем, сделана заявка на Ирину Кученькину, но после соревнований, когда мы увидели, что все равно те гипоксические моменты, те адапционные моменты не позволяют Ире, скажем, выступать в полную силу, в полной мере. Решено было произвести замену в большей части, скажем, по таким медицинским и адапционным моментам. Ну, я думаю, что для любого спортсмена участие в Олимпийских играх это, наверное, какой-то предел, не знаю, цель какая-то для Алины. Хоть она и молодая спортсменка, скажем, не выступавшая никогда на высоком уровне, но это приобретение, во-первых, опыта большого. В тех же Кубках мира она поучаствовала довольно, скажем, уверенно и стреляла хорошо, и двигалась достаточно неплохо для своего уровня, для своего возраста. Вот, и те же Олимпийские игры, я думаю, пойдут и только на хобби. Ну и в завершении, вот серебро в Мастарте, Динара Олимбекова, это очень хороший знак перед Олимпиадой. Давайте, скажем так, что Динара на протяжении всего сезона в этом году вообще очень стабильно выступает. Скажем, у нас было изначально, на самом деле, да, не планировалось выступление в Мастарте, в силу того, что, как бы, ну, и, скажем, где-то немножко можно было бы и отдохнуть, и уже начать непосредственно подготавливаться к Олимпийским мигам. Ну, тут судьба, скажем так, распорядилась таким образом, что лидеры не спортовали, Динара приняла решение, что хочет получать, независимо, скажем, ты, на самом деле, получилось очень здорово. А то, что он занял второе место, наверное, это только хорошо, наверное, это больше придаст ей уверенности на тех же Олимпийских играх. Я думаю, что это только позитив. Итак, все биатлонисты, которые прилетели в Пекин прямо сейчас рядом со мной. У мужчин это Лазовский, Смольский, Воробей, Лобостов и Елётнов. Девушки это Олимпекова, Соло, Лещенко, Кручинкина, Лена и Пельчук. Кстати, мы с Алиной Пельчук также обсудили ее такой резкий карьерный поворот. Вот ты говоришь, что могла однажды завершить биатлоном. То есть ты в себя не верила? Что в такой момент происходило? Ну, как-то да, у меня не было такой прям замотивированности, что ли, и как-то не было какой-то поддержки. Мне не говорили, что у тебя там круто получается, что у тебя будет большое какое-то будущее. И поэтому как-то я никогда бы не подумала, что я смогу там поучаствовать в Кубке мира, что вообще тренироваться с девчонками с центра. Как-то я так смотрела на всех, думала, ничего себе, это там как бы нужно серьезно, упорно заниматься. А у меня как-то не было этих возможностей, не понимала, как это и учиться, и тренироваться. Нужно выбирать, наверное, что-то одно. А потом как-то вроде начало получаться, совмещать. Такой баланс не могла найти, да, чтобы успевать сюда. А сейчас получается? Ну, сейчас я вот отучилась, закончила пять курсов университета, как бы все нормально, да, получается, и совмещаю. Ну, то есть и сейчас ты свою жизнь с биатлоном вот конкретно хочешь связать? Ну, да, да. То есть... Как бы уже есть. Это уже сто процентов? Ну, да, как-то. Раньше я не видела в этом какой-то перспективы. Я думала, что это, ну, просто какой-то жизненный этап. Просто потренироваться, побегать. А потом, вот, когда меня позвали уже в центр олимпийской подготовки, и мне постоянно говорили, вот, ты способный, у тебя получается, тебя поддерживают, проживали. Ну, видела, что есть какие-то сдвиги, что получается и в стрельбе, и как бы начала выступать лучше именно ходом по дистанции. Как-то я подумала, что, ну, значит, можно связать это всерьез. Потому что если у других девчонок получилось, то почему не получится у меня? И как-то, да, сейчас я отношусь к этому серьезно, что спорт это я хочу с ним связать. Ну, а большое интервью с Алиной Печук смотрите в программе «Спорткадр». Это 1 февраля, Беларусь 5. Там девушка расскажет о своем интересном пути к олимпийской мечте. Будет интересно. Пришло время уже, наконец, отпустить Кубок мира и приключиться на Олимпийские игры. Этап 7-й Кубка мира в Анхольце принес нам одну награду, но какую? Динара Олимбекова взяла серебро в очень такой каверзной гонке. Это гонка с массового старта. И пусть медаль в Анхольце у нас больше не случилась, но все-таки этап получился для нас занятным. Давайте вспомним, как это было, и Дима Лазовский нам в этом поможет. Разбор подобных гонок в рамках спортивного репортажа требует холодной головы, ведь все глобальные задачи – это Олимпийские игры, по завершении которых мы с вами забудем, что было в Анхольце. Но наверняка вспомним то, что свой экзамен Ирина Кручинкина не сдала. Это была женская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира. Динара Олимбекова, она вновь показала высокое качество биатлона, первая примчалась к передаче эстафеты Ирине Лещенко. И вот с этого этапа у нас начались трудности, которые Анне Соло уже фактически исправить было нереально. Лещенко как была безупречна в первой стрельбе, так на второй совершенно напротив. Она заработала даже штрафной круг. Ирина Кручинкина заменила накануне в четверке сестру Лену, официальных комментариев по которой не было. Промахивалась всюду, но фатальной стала вторая стрельба. Она дважды отправилась на штрафные круги. Понятно, что говорить о наших серьезных перспективах уже не приходилось. Анна Соло использовала по два доп. патрона на рубежах и завершила гонку 13-й. У мужчин в рамках Мастарта у нас было однократное представительство. Антон Смольский нынче в топе, поэтому заслужена в тридцатке гонщиков подобной дисциплины. Этот эпизод, когда литовец Штроля подхватил отцепившуюся лыжу Смольского, пример биатлонного фэйрплей. Антона, быть может, этот эпизод слегка выбил, но в результате достаточно неплохое место под номером 19 и пять патронов, которые цели не достигли. Этот кадр, конечно, для гурманов. Дмитрий Лазовский в сезоне, заметный своими результатами, совершил подобное пике в рамках эстафеты. Место в итоге также было не пиково для нас. Наш в недавнем прошлом медальный квартет замкнул дюжину лучше. Первые два круга я проходил по внешнему радиусу, там с немцем мы проходили сход, все четко было. В принципе, может быть из-за того, что я больше завелся или что, или почувствовал все силы, то, что вот сейчас могу это брать, там равнидный участок, все такое. Немного поспешил с закладыванием в радиус и попал на ледяной участок. А, соответственно, ноги уже были не первой свежести, вот, и, ну, во время лыжи проскользило, и мышцы не сработали так, как надо было бы. До последнего боролся, старался даже руками схватиться, чтобы с этого мортика далеко не улететь, но инерция и скорость была очень большая, и потом уже, когда оказался на спине, и такая вот мысль, вот, блин. А вылезти самостоятельно было бы очень проблематично. Очень-очень проблематично. Если бы мне не помогли, я бы не знаю, сколько бы я там кувыркался. Мы могли седьмой этап завершить бесславно, имея в виду количество подиумов, но вот эта девушка в крайней предолимпийской гонке показала лучший сезонный результат. Динара Олимбекова с серебром в очень непростой дисциплине Мастарте на очень непростой трассе. Лазовский подтвердит. Далее команда отправилась в Пекин, мужчины в среду, девушки в пятницу долетели хорошо. И это главное, такую необычную Олимпиаду. Нет, ничего такого не было. То есть у нас каждый старт важный старт, и нет такого, что вот сегодня экзамен или вот сегодня день икс. В принципе, все штатно, все нормально. Выходишь, работаешь, показываешь своим максимумом, выкладываешься и все. Ну, я для всего этого и тренировался, и работал, чтобы вот именно в таком режиме жить в данный период времени и находиться в этой всей обстановке. Ну, я бы не сказал, что я выхолочен. В принципе, все нормально. После первого три семестра так немного морально хотелось перезагрузиться. Ну, что и получилось на новогоднем сборе. Ко мне же девушка приехала. Как бы немного так получилось переключиться в более такую уютную домашнюю атмосферу, я бы так сказал. Да какие? Выходить и, как говорится, молотить, сколько есть сил, и показывать результат, на который готов, и все. Я думаю, что, в принципе, если себе не создать лишних проблем, получится достойный результат. Ну, в первую очередь, если говорим про личный результат, про команды, понятно, что там тоже все может быть хорошо. Спасибо. Ну, и мы, побывав в родных местах Смольского и пообщавшись с близкими для него людьми, поняли, откуда в нем заложена такая любовь к своему ремеслу и желание каждый день становиться еще лучше, чем был вчера. А есть ощущение, что Крючханский бип затмится теперь пекинскими, не будем говорить, чем, но что он уйдет в тень? Ой, ощущение есть. Меня тревожит высота эта, которая там, 1800. В YouTube-аккаунте агентства Тельновостей этот материал прямо сейчас доступен вашему вниманию. Таким был выпуск нашего проекта «Последний предолимпийский». Не будем вас задерживать, начнем готовиться к Олимпиаде в Пекине. Готовьтесь и вы, поехали! Олимпиаде в Пекине. Олимпиаде в Пекине. Олимпиаде в Пекине. Олимпиаде в Пекине. Субтитры создавал DimaTorzok